не свисти денег не будет зато женихи будут по крайней мере раньше с помощью такого способа свистульки девушки привлекали себе парней красивых но и богатых конечно же вот и проверим действует ли этот способ сейчас если днем магии ли это обычная забавная игрушка у мастерицы здравствуйте я тут уже со своим добром пришла к вам и так все-таки скажите свистулька это магический инструмент духовой инструмент или обычная забава для ребенка ну прежде всего конечно это забава детей забава игрушка но игрушка звенящая свистящая то есть она может издавать звук детям это очень нравится да вот эта вот игрушка у вас она с водичкой водичку когда добавляешь туда то звук выходит в воду и получается такой вот звук совпадение с соловьем или с птичкой с какой-то вот туда поэтому и форму у них разные формы разные на если мы говорим об игрушке да забава это хорошо но родителям же хочется еще какого-то прикладного предназначения то есть чем польза тогда такой свистульки для ребенка для того чтобы получить звук ребенок должен вдохнуть и выдохнуть вдохнуть и выдохнуть но что это есть не зарядка вдыхательная зарядка действительно да это же нужно еще напрячься это нужно и напрячься и уметь вот именно выдохнуть хорошо и вдохнуть но ведь на руси еще с этим инструментом или с предметом связаны много разных поверья например девушки вот я уже рассказывал об этом выходили на озеро и свистели для того чтобы привлечь к себе жениха а были еще какие-то приметы хорошие оберег как считается это оберегом от чего и стулька считается оберегом ну наверное опять же от болезни да тут несчастье считалось что вот этот звук свистульки он разгоняет болезни страхи вот если ребенок свистит вот разгоняет вот эту вот неприятности которые скапливаются вокруг него если ребенок свистит в свистульку то он меньше болеет мы меньше болеет а что это разе это плохо это хорошо это оберег и они конечно же думали что это просто свистулька его оберегает от этого магия такая своеобразная магия да наверно так но я сейчас рассматриваю ваши свистульки их очень много и и те которые я принесла моих свистулек например только одна одно отверстие до у ваших свистулек есть несколько отверстий причем ваши например они не требуют наверное воды а в моих вода есть вот в чем принцип работы и тех и других получается принцип то один и тот же то есть выдыхается звук выходит из издает свист если звук выходит вернее поток воздуха выходит в воду то звук уже другой совсем вот такой как вот у вас получается а если нету этого этой воды то есть я сейчас вот так наклонила воды нету то получается звук но только другой немножко ведь действительно как свистулька да просто это просто с обычный да обычный свистулька хорошо но при этом есть большое количество таких дырочек дырочки дырочки нужны для того чтобы звук менялся вот например я беру вот эту вот свистульку да и начинаю свистеть и за просто закрываю дырочки тут тоже тот же принцип звук выходит или создать по стоку воздуха выходит создает же получается а если закрывать дырочки то можно какую-то незамысловатую мелодию так вот на 5 создать такую игрушку наверняка сложно или нет ну как вам сказать но требуется конечно какой-то опыт у меня опыта нет получится но слепить ее однозначно может каждый мы с вами будет пить вот такую птичку она очень простая в исполнении я уже вижу что вы рефлекторным начали катать шарик шарик я тоже собственно и занимаюсь шарик да шарик это основа всего начинаем с шарика потом нам вот потребуется водичка теперь мы должны делать отверстие перед этим мы должны смочить пальчик указательный но если вы правша то правой рукой и сделать здесь углубление в центре делаем углубление у нас просто такая фигурка в которой что-то можно узнать на что-то нам надо опираться это на давайте ну скажем так дно до низ и и поэтому давайте вот ровненько поставим и постучим на границе вот этой пустотелости непустотелости делается вот это вот отверстие прорезаем и вынимаем нужно делать это так аккуратно чтобы форма не повредилась теперь дальше другую вторую хорошо делать она должна быть сделана да напротив и вот так вот одним махом столько у нас готова она у нас функционирует по мне звук у нее достаточно хороший осталось и немножко побыть печи и после этого она может достаться вам если вы ответите на достаточно легкий вопрос кем были сирины и алконосты в славянской мифологии кто первым правильно ответит и разместить свой ответ в группе утро с вами вот под этим нашим интервью тот и получит потрясающую свистульку птичку это прекрасная игрушка как для детей так и для незамужних девушек кто хочет найти себе жениха и